Как работает память и кэш? Каждый элемент памяти — это байт, и он имеет адрес. Адрес от 0 до N. Ну, где N на современных компьютерах может быть 4, 8 миллиардов, или 16 миллиардов, или даже больше. Соответственно, если у вас есть 16 гигабайт, или 8 гигабайт, или 4 гигабайта. Полагаю, это вы знаете, но вот кое-чего вы не знаете. Исходя из такого представления о памяти как о последовательности байтов, может возникнуть впечатление, что когда вы читаете байт, то процессор запрашивает из оперативной памяти этот самый байт, ну и что-то там обрабатывает. А значит, если вы прочитаете 2 байта, идущие подряд, то, видимо, это будет 2 таких операции. А если вам нужен только байт, а ничего больше не нужно, то процессор ничего больше не сделает, кроме как прочитает 1 байт. Так вот, это оказывается в корне неправильно. И это важно понимать при реализации алгоритмов, что процессор на самом деле в современном компьютере, даже если вы читаете 1 всего лишь какой-то байт, он читает не байт, а целый блок байтов, причем довольно длинный блок. И этот блок называется кэш-линия. Размер кэш-линии на современном процессоре 64-32 байта. Это, в принципе, константа, которая может меняться, но с начала этого века на процессорах общего пользования она примерно вот такой и остается, чаще всего даже просто 64. Но есть некоторые варианты процессоров в телефонах, например, процессоры ARM, в которых кэш-линия занимает 32 байта, что тоже довольно много, но поменьше. Но даже у ARM типичный размер кэш-линии 64. Можно ориентироваться более или менее вот именно на такой размер кэш-линии. Память разбита на равные блоки длины L. То есть с нулевого адреса начинается первый блок, 64-го адреса второй, 128-го третий. Ну это, конечно, если у нас кэш-линия имеет размер 64 байта. Причем обратите внимание, что это не биты, а байты. И когда вы читаете в кэш-линии хотя бы один байт, то процессор читает не только этот байт, а читает всю кэш-линию, содержащую этот самый байт, в один блок, и этот блок сохраняется в кэше. В следующий раз, когда вы обратитесь к какому-то элементу данной кэш-линии, данной блока из 64 байтов, то процессор не будет обращаться еще раз к оперативной памяти, а он из кэша прочитает, из очень быстрой памяти, вот эти самые нужные вам байты из кэш-линии. Как это нужно себе представлять? Тут слева условно линией изображена оперативная память. Где-то там слева нулевой адрес, здесь начинается 64, 128, 192, 256 и так далее. Каждый блок занимает 64 байта, не бита. И каждый блок — это кэш-линия. Теперь, если вы обращаетесь к адресу А, здесь он обозначен красным, и читаете хотя бы один байт с этого адреса, то процессор всегда будет читать всю кэш-линию, содержащую этот байт. Далее кэш-линия будет сохранена в кэше, и когда в следующий раз вы обратитесь к байту из этой же кэш-линии, то процессор не обратится к оперативной памяти, а обратится к своему кэшу и достанет нужные вам данные. Проблема в том, что оперативная память значительно больше, чем кэш по размеру. Поэтому кэш может переполниться. У него уже может быть слишком много кэш-линий, и поступает новая кэш-линия, которую нужно сохранить в кэше. Тогда процессор убирает просто из кэша наиболее давно использовавшуюся кэш-линию. Она самая старая, давно не использовалась, можно ее убрать в предположении, что она уже не нужна. И на место ее записывается новый прочитанный блок, новая прочитанная кэш-линия. Насколько же это оптимизирует время работы процессора? На самом деле очень сильно оптимизирует. Обращение к некоторым фрагментам кэша в 100-200 раз быстрее, чем обращение к оперативной памяти. Но дело тут в том, что кэш довольно большой, поэтому вы не всегда это замечаете. Типичные размеры кэша на современном компьютере, это около 64 килобайт, так называемый L1 кэш, который очень-очень быстрый. Обращение к нему, оно как одно операция умножения, что-то вот сопоставимое. На самом деле тут я очень условно все говорю. И эти размеры, которые я здесь привожу, они тоже очень условны. Вот именно размеры кэш-линии сильно меняются от процессора к процессору. Но можно как-то приблизительно ориентироваться вот на такие размеры. L1 кэш довольно маленький, но при этом это прилично. 64 килобайта это не так уж мало. А вот есть другие кэши, более медленные, которые называются L2, L3, еще иногда бывает L4. Не буду говорить, в чем тут разница между ними. Это примерно одно и то же. Они просто разнятся по скорости. Вот они несколько медленнее, чем L1 кэш, все равно значительно быстрее, чем оперативная память. Но вот этого второго кэша, третьего и четвертого кэша, его довольно много. Его аж может быть около 32 мегабайт. Еще раз повторяю, что характеристики у разных процессоров могут быть очень разные. Я здесь не буду конкретно вдаваться более детальному архитектуру кэшей. Этого не нужно. Достаточно вот тех знаний, которые я описал, что вы читаете байт, читается вся кэш-линия. Она вытесняет последнюю давно не использовавшуюся кэш-линию из вашего кэша L1, L2, L3, L4. И далее обращения к ней будут очень быстрыми. Я сказал, что доступ к оперативной памяти он может быть в 100-200 раз медленнее, чем доступ к L1 кэшу конкретно. Возможно, некоторые из вас имеют опыт работы с данными, с определенными, например, участием в олимпиадном программировании. Ну и вы знаете, что там это вроде бы не так. На самом деле это так, просто нужно учитывать размеры кэша. Кэш 2-го, 3-го, 4-го уровней, он довольно большой, 32 мегабайта. То есть, чтобы вы заметили сильное замедление работы программы из-за частого обращения к оперативной памяти, нужно, чтобы данных у вас было более чем 32 мегабайта, что довольно много, то есть на самом деле значительно должно быть больше. То есть данные, которые обрабатывает ваш алгоритм, должны быть сотни мегабайт. Такие приложения есть, это важные приложения, и вот именно в таких приложениях заметна вот эта вот сильная разница между доступом к кэшу и доступом к внешней оперативной памяти. Если данных не так много, и данные легко умещаются в кэш 3-го уровня, или 4-го, 32 мегабайта, то вы уже не заметите такой большой разницы, но разница все равно есть. L3 кэш, он все равно существенно медленнее, чем L1 кэш. Вот такой небольшой комментарий, что чтобы заметить разницу, нужно анализировать достаточно большие данные. Вот на них разница действительно очень существенна, и оптимизации кэша играют большую роль. На меньших данных роль эта немного поменьше, но все равно она очень большая. Разница, правда, здесь уже не в сотни раз, а в десятки раз. По скорости с L1 кэшом и L3 тоже нужно это учитывать. Вторая вещь, которую нужно учитывать при работе с памятью, состоит в том, что процессор и оперативная память, вот этот вот ваш блок, в нем все вот это вот железо, оно оптимизировано на чтение памяти подряд слева направо, в порядке увеличения адресов. Это значит, что процессор очень любит, когда ваша программа выполняет цикл FOR, который и от 0 до N, и читает какой-то массив, ну или два массива из одного, копирует в другой, например. Процессор хорошо очень оптимизирован к таким операциям. Какие можно сделать выводы из всего этого обсуждения? Есть довольно важные практические выводы по реализации алгоритмов. Во-первых, стоит хранить данные в массивах. Часто перед вами встает выбор, будете вы организовывать данные с помощью указателей, с помощью выделения, с помощью оператора new, кусочков памяти, либо живо организуете какой-то большой длинный массив и вместо указателей будете использовать индексы массива. Вот кажется, что массив может быть это как-то менее красиво, но на самом деле часто это для высокопроизводительного приложения может быть более быстрым решением, потому что в массиве данные расположены рядом в оперативной памяти. Поэтому, когда вы их будете читать, больше вероятность, что в вас данные будут попадать в кэш-линию не только те, которые вы читаете, но и соседние, которые, скорее всего, вы тоже будете в алгоритме скоро читать. Или же часто вы будете что-то делать чтением слева направо, проходясь по всем данным, а для этого процессор очень хорошо оптимизирован. Таким образом, данные действительно чаще лучше организовывать в массивы, а не использовать оператор new и указатели. Ну, конечно же, речь идет о высокопроизводительных алгоритмах. В каких-то обычных алгоритмах, не требующих большой скорости, конечно, читаемость и простота кода, она важнее, чем скорость, где она, в общем-то, и не нужна. Второй важный вывод, что на маленьких массивах линейные алгоритмы быстрее, чем какие-то более хитрые алгоритмы. Конкретный, довольно интересный и неочевидный пример это бинарный поиск. Допустим, вам на вход дан массив длины 100, он отсортирован, и дано число. Нужно найти, есть ли это число в этом массиве. Вот такая подзадача может возникать в вашем алгоритме. И первое, что хочется сделать, запустить бинарный поиск. Кажется, что это будет быстро. Но поскольку ваш массив, например, целых чисел, имеет длину до 100, то есть занимает он фактически несколько кэш-линий. Я напомню, что у нас ориентировочная кэш-линия 64 байта, значит, массив длины 100, занимает 2-3 кэш-линии, где-то так. И вот для таких массивов, занимающих 1, 2, ну, может, 3 кэш-линии, линейный алгоритм может быть по скорости немедленнее и даже быстрее, чем бинарный поиск. Дело в том, что бинарный поиск это не чтение слева направо, но при этом, если у вас, ваш массив помещается в 3 кэш-линии, то бинарный поиск обратится ко всем этим 3 кэш-линиям, а это самая медленная операция будет, просто чтение. И все эти 3 чтения все равно будут выполнены, так же, как в линейном поиске. Но линейный поиск, помимо выполнения чтения, он так же и задействует какие-то оптимизированные вещи в процессоре, которые ускоряют его из-за того, что он просто слева направо что-то читает. Так же вот людей в связи с этим же удивляет, что на маленьких массивах, причем не таких уж маленьких, на самом деле, длины до 100 примерно, сортировка вставкой быстрее, чем другие быстрые сортировки, чем, например, сортировка слиянием или так называемая быстрая сортировка. Ситуация здесь точно такая же, как с бинарным и линейным поиском. Дело в том, что сортировка вставки, я предполагаю, что у вас есть некоторое с ней знакомство, но если нет, вы можете в интернете легко найти. Вот сортировка вставки использует линейный поиск. И сильно от него зависит. И вот линейный поиск сильно оптимизирован. Из-за этого на маленьких массивах она может быть такая же по скорости или даже быстрее, чем n-log-n-ные сортировки. Несмотря на то, что в худшем случае она работает за OATN2. И последний вывод. Адреса лучше всего выравнивать по границе 64. Вы, возможно, слышали уже про то, что адреса можно выравнивать и в некоторых языках, как в C++, например, на уровне синтаксиса можно контролировать это. В C-Sharp тоже есть некоторые инструменты, чтобы выравнивать и как-то иметь гарантии на то, где ваша структура в памяти расположена, с какого адреса она начинается, делится ли адрес на 64, например. И вот эти выравнивания нужны в основном для оптимизации времени работы. Это уже, конечно, какие-то более тонкие оптимизации, но они тоже есть, поэтому тоже нужно знать, что откуда это берется. А берется это из-за вот этой вот архитектуры кэша, архитектуры кэш-линий. Кэш-линия начинается не с любого байта, а только с позиций, которая кратна 64, ну или другому значению, если у вас кэш-линия может поменьше или побольше. Но чаще всего 64. Субтитры сделал DimaTorzok